ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет, с вами инспектор Гаджет! Голос ты тут? Угу. Отлично! Голос у меня для тебя отличная новость! Я улетаю в Штаты, а ты нет. Что? Фига себе хорошая новость! Ты, Гаджет, совсем что ли рехнулся? Спокойно, спокойно, Голосок! Так, представляешь, я целую неделю тебя не буду парить! Свобода! О, неправда! Я же тебе говорил! Ладно, пора вещи собирать. Ну, а с тебя обзоры! Apple iPod Touch на 32 гигабайта. Итак, 32-гиговый iPod Touch второго поколения. Нововведения выходят далеко за рамки дизайна. Их нельзя свести к более тонкому корпусу, встроенному динамику или большой емкости памяти. Самое интересное, на самом деле, внутри. Новый iPod Touch компактнее и тоньше прежнего. Масса всего 115 грамм. Разрешение дисплея 480 на 320 пикселей. Широкоэкранный ЖК-дисплей диагональю 3,5 дюйма занимает большую часть передней панели, но оставляет достаточно места, чтобы пальцы не закрывали картинку. Под экраном размещается кнопка Home, а на левой стороне – регулировки звука. Собственно, большой экран предназначен не только для просмотра обложек альбомов в режиме Cover Flow и воспроизведения видео, но также для игр и программ. Apple сделала финт ушами, превратив плеер в игровую консоль. Не зря хитрый Джобс назвал эту модель самым забавным iPodом из существующих. Сейчас в App Store продают тысячи приложений, среди которых можно найти вполне достойные. К тому же многие разработчики стали активно интересоваться новой платформой, желая поэкспериментировать с сенсорным управлением, датчиками положения в пространстве и прочими фичами iPod Touch. О внутренностях. Для подключения к интернету используется Wi-Fi. Владелец плеера имеет возможность свободно выходить в интернет, пользуясь браузером Safari. Навигация по альбомам, видео и фото, меню, загрузка и синхронизация с iTunes организованы так же, как и в оригинальном iPod Touch. Модуль «Гений» формирует список воспроизведения, основываясь на заданной композиции, добавляя в него похожие записи из музыкальной библиотеки. Номинальное время работы от батареи – 36 часов при прослушивании музыки. Неплохо, учитывая крупный экран. Батарея несменная, ну это уже как обычно. Стоит девайс порядка 15 тысяч рублей. Многие могут сказать, что это дорого. Ну да, дорого. А что у компании Apple стоит дешево? Как говорится, за качество надо платить. И избавляемся от лишнего. Так. Окей. Что же дальше? Swine flu mask. Не нужно же объяснять, почему, да? Так, дальше. Дальше, дальше, дальше. Конечно, полное собрание сочинений Баскова. Из него я никуда не пойду. Так, я не понял? Человек-невидимка, ну-ка вылезай из сумки. Вылезай. Пошел в свой двор. Никуда ты не поедешь на И-3, понял? Гаджет, а ты не думаешь взять с собой полезную туалетную бумагу, а? Да. А что бывает, другая туалетная бумага? Между прочим, в Японии эта новелла Коджи Судзуки пользуется большой популярностью. Я не удивлен. В Японии все так. Они даже пузо себе резали когда-то. Ладно, что-то увлеклись мы. Обзоры готовы? Уже-уже. Отлично. Валенок. Пригодится. Nokia E75. Наследник двух аппаратов. Смартфона E71 и коммуникатора 9300i. Конструкция явно была навеяна смартфонами HTC. Аппарат сравнительно крупный, но удобный. Сделан по схеме бокового слайдера. Конструкция в целом неплохая. Качество сборки оказалось неожиданно приличным, с металлом. Nokia наконец-то отказалась от дешевейшего вида пластика. Вообще аппаратик приятный, на нем довольно много металлических фрагментов отделки. Задняя крышка так вообще металл, правда уж больно тонкий. Внешняя клавиатура не слишком удобная. Границы между кнопками слабо различимы на ощупь. Центральное кольцо клавиши навигации тоже оставляет желать лучшего. Кнопки приема и отбоя звонка путаются с рядом расположенными кнопками быстрого доступа. Но это привычные для телефонов Nokia косяки. Зато экран сделан достаточно крупным, а картинка различима даже при свете солнца. Имеется датчик положения в пространстве. Кстати, возможности датчика использованы весьма творчески. Например, сбросить вызов можно просто перевернув аппарат лицом вниз. При раскрытии экран фиксируется в горизонтальном положении. Качество дополнительной клавиатуры неспорное. Сами по себе клавиши достаточно крупные, но почти никак не поделены на блоки и не очень хорошо отличимы на ощупь. Аппарат построен на базе процессора с частотой 360 МГц. Объем памяти составляет 128 МБ. Из них пользователю доступны только 70. Кроме того, в комплект входит 4-гиговая карта памяти Micro SDHC. Функционирует аппарат под управлением Symbian 9.3, что можно отнести в плюс. Телефон стал работать быстрее, лучше и стабильнее своих предшественников. Аппарат не идеален, есть чему придраться. Да и цена около 21 тысячи рублей высоковата. Но наконец-то, наконец-то в мире Symbian появился толковый клавиатурный смартфон и больше не придется терпеть тормоза и выкрутасы Windows Mobile. Ура, товарищи! Так! Не очень. Слушай, ну, походу, придется мне не брать с собой за рулем. Ай, жалко, конечно. А, друзья, СТГ, сегодня самым тупым гаджетом признается посадочная полоса для дятлов! Комментарии излишни, не правда ли? Да. А поэтому девяточки будет достаточно. Вот до высшего балла, вот, 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 чуток просто не дотянул. Голос, слушай, а где моя сомбреро? Ты зачем она мне? Я же не в Мексику еду. Asus U6V Bamboo. При изготовлении модели U6V Bamboo для отделки его поверхностей и в самом деле применяется прессованный бамбук. Asus утверждает, что прессованный бамбук в качестве покрытия внешних поверхностей ноутбука оказывается более стойким к внешним воздействиям, чем стандартный для этих устройств пластик. Однако сама фактура этого материала делает внешний вид Asus U6V Bamboo весьма импозатным и опрятным. С технической точки зрения Asus U6V Bamboo представляет собой нормальный ноутбук класса тонкий и легкий. Процессор Intel Mobile Core 2 Duo P8600 с частотой 2,4 ГГц и 3 ГГц оперативной памяти. Графический адаптер – дискретный NVIDIA GeForce 9300M GS. Жесткий диск 250 ГБ. Нашлось место и для универсального оптического привода. Деревянный тачпад данной модели выполнен в достаточно оригинальном ключе. Две его кнопки образуют единое целое с чувствительной к прикосновениям зоной. Дискомфорта такое решение не вызывает. И позиционирование курсора, и нажатие на кнопки осуществляется четко и без труда. Клавиатура полноразмерная, 86-кнопочная. Сделана в классическом для ноутбуков дизайне. Интерфейсы и разъемы включают беспроводные Wi-Fi и Bluetooth. Есть порты Gigabit Ethernet, USB 3 штуки и eSATA. Внешние мониторы можно подключать как к традиционному для ноутбуков выходу VGA, так и к новомодному HDMI. В наличии имеются непременный мультиформатный карт-ридер, а также слот для карт расширения экспресс-карт 54. А вот с аккумулятором странно. Попавший к нам образец был укомплектован минимальной батареей на 2400 мАч. Тест Mobile Mark 2007 даже в режиме Power Saver вытянул 107 минут. Так что сразу придется покупать либо 6-ти, либо 9-ти ячеечную батарейку. Но они несколько утяжелят машинку. Ноутбук, несомненно, интересный. Хорошо продуман и оригинален, компактен и эргономичен. Стоит тоже разумных денег. Около 60 тысяч рублей. Так. Все. Голод. Я полетел. А, да. В мое отсутствие не забудь заряжать мой телефон не реже одного раза в неделю, поливать растения, такое с пятью листочками, гулять с Семеном не забудь два раза в сутки. И это, ни в коем случае не ходи в западное крыло. А чего там? Никогда я тебе сказал не ходи в западное крыло! А, да. Помните? С вами был инспектор Гаджет. Я докопаюсь до правды. Чмоки! Слушай, а я все хотел спросить, а что там в западном крыле, а? Ну скажи, ну интересно же, ну правда. Ну охота же посмотреть. Там, наверное, опасно очень. Ну скажи, ну не жалко же. Ну что-то. С вами был Игорь Негода.